Здравствуйте! Сегодня я бы хотел поговорить, знаете о чём? О театре. И не вообще о театре, а о эстетике театра. Как она менялась с самого начала, к примеру, вот у нас в Николаевской области или у нас в Николаевской, в Николаве, в наших Николаевских театрах. Что изменилось и что сейчас есть? Как это всё выглядит для нашего театрального зрителя? Мой собеседник Сергей Иванович Габрилов. Я только сейчас, он узнал, что я объявил такую тему. Для тебя это, наверное, неожиданно. Но всё-таки я прошу тебя принять этот разговор и давай на эту тему немножко поговорим. Давай, экспромт, он полезен. Вот слушай, вот что получается. Я сразу, так сказать, не от хорошего, а от такого, что есть в жизни. Всё же началось с петрушки, всё началось с площади, всё началось с базара, будем так говорить, да? Там нет сценической коробки, там нет кулис, там нет зала, там нет света, там огромное пространство и звук уходит. Бог Йове знает куда, поэтому они все кричали. И второе. Эти люди на базаре были, будем так говорить, ну такого народного происхождения, чтобы не обидно сказать. Для них всё это игралось. И только потом, при крепостничестве, начали большие крепостные мужи создавать крепостные театры. Начали воспитывать актёров, начали учить их. Потом даже начали жениться на актрисах, на этих, да? И самое главное, они имели у себя высокий театр и очень небольшие залы. Не правда ли то, что касалось их замка, поместья и так далее? Ну смотри, до того, так сказать, как владельцы крепостных стали создавать свои театры, вообще-то придумали театр греки. Да, конечно, это я уже беру новейшие вещи, потому что они нас сюда привели к нынешнее время. Да, 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 вот придумали театр греки, но это сильно долго говорить. Ну не будем этот, я всё-таки хочу о Николаевских театрах, о Николаевской истории театра и о Николаевской театральной эстетике. Ну вот, собственно говоря, биография Николаевских театров, всех, вот Николаевского театра, началась с 1840 года, то есть с театра Миллера. Театра Миллера, но это был не стационарный театр, это был театр антрепризный. Он принимал трупы. Ну для того, чтобы понять, что это такое, это надо знать, что в России было 4 императорских театра стационарных всего в столицах. В основном 4. То есть, так сказать, обергофмейстер двора был одновременно, так сказать, антрепренёром, ну в смысле директором этих театров. Все остальные театры провинциальные, они просто принимали гастрольные, бродячие гастрольные трупы. Ну, вот 19 век в провинции, то есть людям всё равно надо было какое-то развлечение, то есть вот какие-то зрелища. Понимаешь, а какие зрелища? Вот как ты говоришь, там, петрушки на базаре с комарохи, там, курящий медведь, там и так далее, и тому подобное. А какие зрелища ещё? Больше зрелища не было. Вот театр, ещё что, знаешь? Да. Что? Нет, одну секунду, ну, что, цирковые какие-то вещи, что-то ещё? Ну, это тоже театральное действие. Театральное действие. Цирк, театр, так сказать, это тоже вот зрелищ, в зрелищном плане. А что ты имеешь в виду, что ты спрашиваешь, что? Что и что? Вот смотри, вот тут развлечения только два. Это театр, там, цирк. Цирк, театр и смертная казнь. Вот как ты спрашиваешь. Я думал, в карты поиграть или водки попить. Нет, ну, вот когда есть зрители, когда есть сцена, там, вот есть у тебя помост, там, повешали кого-то, там, всё это. Это интересно. А, это зрелище, зрелище, да. Да, это зрелище. Потому что, там, что гладиаторские бои, это театрализованные представления, что, так сказать, на сцене. Идёт какая-то пьеса, пьеса, там, так сказать, сюжета, тоже представление какое-то. И вот в Николаеве... Как-то не было, массово, демонстрации не было, да? Это же тоже массовое зрелище. Ну, карнавальные шествия были. Были, да? Это тоже демонстрация. Демонстрация, вот, так сказать, вот, мы опять уходим, так сказать, от темы. Демонстрация, это тоже самое карнавальные шествия. Понятно. Транспарантами. Сергей, это теория. Я хочу, чтобы ты, как человек, который углубился в то время, в времена Миллера, в эту антрепризу, я хочу, чтобы ты же сейчас вот можешь сказать, кто они, зрители были. И кто они, актеры были. То, что осталось только лишь написано театрогенными теми, да, оно только имеет вот такое неэмоциональное представление. Не было понятия кино, телевидение и так далее, ничего не оставалось. Вот какое у тебя ощущение, как они играли и как и кто смотрел это все дело. Ну, давай так. Вот есть зрители, а есть актеры, да? Да. Есть портер, есть сцена. Вот кто сидит в портере? В России было сословное общество. Крестьяне, там, пяти видов. В Николаеве тоже так? А, конечно. А что Николаев, то есть Российская империя. Так, так. Да, да, да. Мастеровые, купцы, почетные граждане, дворяне, офицеры, там, священнослужители всем провинциальным театрам запрещали играть в великие церковные праздники и посты. Это раз. Была очень долгая борьба, армрестлинг между, так сказать, театрами, между театральными, театральным лобби в Сенате, так сказать. И священным синодом театральное лобби победило. То есть, после 1863 года было разрешено, разрешены постановки в дни великих постов. То есть, во время постов. Опять-таки, деньги победили. Деньги победили, да. Потому что все-таки театр для Миллера это было средство заработать деньги. Средство заработать деньги. И самим актерам тоже таким образом. Все театры, которые были в Николаеве, они были антрепризные вплоть до 1934 года. То есть, театр Русинова, театр Монте, театр Шефер, они все были антрепризные. И причем антрепренеры, руководители этих передвижных труб, это люди были очень жесткие. Они были такие жесткие. По отношению к кому? По отношению к актерам и зрителям. То есть, на них лежала вся экономика театра. То есть, вот самая популярная карикатура последней четверти 19 века. То есть, вот в антрепренерах там анекдоты ходили. То есть, вот на дальнем плане горит здание театра. Антрепренер расовывает деньги. И порвал их из кассы и убегают куда-то. Значит, они богатые люди. То есть, они мошенники все. Да, да. Про пожары в театре до сих пор горят театры. Правда? Вот смотри, у меня дома есть, надо было, если бы это не экспромт, я бы принес бы. Пятитомная энциклопедия «История русского драматического театра». И вот там, Николаевской антрепризе, в том числе и зрителю, там посвящено, ну, я не знаю, сейчас тебе скажу, вот тут академическое издание, послышь, 24 страницы. Ого! Это ужас просто. Ого! Да. Серьезно? Именно Николаевскому театру. То есть, в основном, это вот действительно воспоминания антрепренера о зрителях. То есть, как они там костерят Николаевского зрителя, это надо посчитать. Ну, к примеру. Он вспоминает там Синельников, там был такой антрепренер, очень популярный здесь, который приехал, вернее, сюда привез труппу, таврийскую труппу, откуда-то, из Таврии, из Крыма. Ну, Крым, конечно. Да, 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 да. И вот он жалуется в письме, жалуется в письме, так сказать, к своему товарищу, тоже, коллеге, антрепренера о том, что Николаевский зритель совершенно ужасен. То есть, на галерке, в дешевых местах сидят, да, там не только семечки сидят, там простонародье. Они совершенно не понимают, что творится на сцене. Они советуют обманутого мужа посмотреть под кровать, где прячется любовник. А когда ставили ревизоры, там, да, когда ставили ревизоры, вот он там пишет, говорит, там Бобщинский упал в оркестровую яму, все там стали вызывать карету скорой помощи, его спасать. То есть, народ не мог, не мог, так сказать, себя не отождествлять с тем, что происходит на сцене. И теперь давай, знаешь, что я предлагаю? Что? Ты уж прости, что я тебя перебил. Давай вот с историей мы переходим на сегодня, потом снова история и снова на сегодня. Какой же сейчас у нас зритель в театре Шефера? Ну, у нас театра Шефера нет сейчас. Ну, да. Ты думаешь, я это серьезно сказал, да? Ну, понятно. Да дело не в этом. В принципе, у нас все-таки народ более-менее, более-менее, так сказать, он такой вот, но он привык к какому-то определенному театральному этикету. Но, допустим, вот эти вот семечки там и, допустим, самокрутки в портере, это сменили гаджеты там. Хорошо, там Николай Семенович Берсон, он там поставил глушилку там себе в зал-то. Да. У него там не позвонишь, ни черта. Вот он сделал это, да? Он сделал, да. В русском театре там просто просят всех, ребята, там выключите телефоны. На русском, украинском и английском языках. Да, 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 да. Одновременно. Да, кстати. Тем не менее, вот, допустим, ну, я часто бываю в театрах. В театрах в том, в другом. Смотреть иногда невозможно. То есть, сидит вот тут человек там, сидит там, он плевать, что там творится на сцене. Он просто вот тут в своем гаджете, он привел жену. Та тоже там разворачивает какие-то конфеты там. Что-то там переговаривается там и так далее и тому подобное. Журналисты интернет-изданий там начинают фотографировать. Ну, все это, это настолько все мешает. То есть, в принципе, в принципе, народ-то более-менее тут, то есть, сейчас нет такого. Потому что двери там открываются, там, ну, как вот, допустим, там, в 30-е годы, там, полковник Боровой, срочно прибыть, там, да, начальнику гарнизона, там, на самом таком месте. Да, 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 да. То есть, вот такого нет, но, в принципе, театральная культура, но она все равно вот из прошлого она корреспондировала в современность. Именно невнимание зрителей. Вот, 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 вот. А ты знаешь, почему? А почему? А вот смотри, вот, допустим, мы же как-то с тобой говорили об этом. Вот люди не умеют, вернее, ты умеешь, я умею, то есть, вот старшее поколение умеет еще. У них не атрофировалась эта возможность генерировать художественные образы из печатного текста. Вот, то есть, ты считаешь, ты три мушкетеры, да, там, допустим, те же самые, ты видишь, там, этот блондский лес, столько копыт, там, ты видишь этого Д'Артаньяна, там, и так далее. Многие дети, у них атрофирована эта способность, потому что они получают готовую картинку из телевизора, они получают готовую картинку с гаджета, с видеомагнитофона, с зала кинотеатра, там, и так далее, и тому подобное. То есть, они просто, если они окажутся в тюрьме в одиночке, они там с ума сойдут. Просто, они, они не могут, они не могут, вот, разрешили, разрешили, разрешили пользоваться. Нет, ну, сейчас разрешили, если, допустим, вот, такая ситуация, вот, как Гехельбекер там сидел, там, в Петропавловской крепости, 20 лет, ну, я не знаю, кто бы выдержал это. А он выдержал, у него было тут воображение такое, это не об этом. А вот в театре, в театре, там надо генерировать, генерировать события, художественный образ, именно с диалогов, с диалогов, это еще сложнее. И вот этого, этого, вот эта вот способность, она атрофирована просто-напросто у многих. А как ты думал, вот почему люди сидят там, ну, там что-то говорят, да-да-да, это же не ко мне обращаются там, и так далее, и тому подобное, понимаешь? То есть, вот люди, когда им говорят, они не могут себе представить, представить, так сказать, вот тот художественный образ. Если я буду тебе рассказывать какой-то анекдот, ты, допустим, сразу будешь себе представлять ситуацию, там, да-да-да-да, такой у тебя будет... Визуально, визуально. Да, визуально, да. А у них нет этого всего. То есть, они вот как-то это, как-то не переключаются с диалога на художественный образ. То есть, они все привыкли, чтобы им давали в готовом виде. Вот. Это то, что касается современного зрителя. Это не я придумал. Я понял. Да, наверное, все-таки ты. Да, я вредил. Сергей. Да. Вот я заметил, вот мне тоже пришлось немножечко служить в театре, как говорят, тогда говорили. А кем ты служил? Да, актерствовал немного, понимаешь? Ну ты что? Да, ей-богу. Интересная биография. Что интересно? Потом театроведомство, поэтому, но не об этом. Я говорю о том, что раньше, вот уже вот в те времена, в советские, да, вот Буфет мешал и актерам, и зрителям, понимаешь? Сейчас я посмотрел. Или другая публика, уже, наверное, другая публика стала. Буфет не мешает. Буфет все-таки предполагает, что в театр пришли нормальные, образованные, интеллектуальные люди. Или почти, или стремящиеся к этому. Не правда ли? Ну, я не знаю. Буфет в театре – это неотъявляемая часть театра. И с таком веку. Да, конечно. Неотъявляемая часть театра, но все дело в том, что вот есть театр оперы и балета, есть театр оперы Буфета. Понимаешь? Да, да, да. Здесь вот как-то это, здесь надо удержаться на этой тонкой линии. И я скажу, что вот наши театры, они благополучно с этим справляются. Вот так вот, да. Я вот люблю все наши театры. И украинские, и русские. То есть, они как-то вот развиваются каждый по-своему. Каждый по-своему. Ну, потому что, так сказать, там индивидуальности антрепренеры, директора. Антрепренеры, да. Они богатые люди. Да, да. Ну, все дело в том, что это, они как-то вот умеют удержать вот эту тонкую линию. То есть, вот там нет такого, что там, не знаю, превратить театр в ресторан там или наоборот, сделать его аскетичным каким-то. Да. Ну, мера какая-то. Да, да, да. Люди вышли там. А теперь давай снова туда пойдем. Куда туда? А вот тут в историю, там, после революционную, вот туда уже опять только антреприза, правда же, театров не было. И что же получается? Кто туда посещал театры? Что играли? Ну, я тебе скажу, вообще, вот в 1870 году главный командир Черногорского флота и портов Николай Андреевич Аркас запретил продавать билеты, билеты мастеровым. Билеты мастеровым, купцам, мещанам. То есть, это распоряжение, оно, по-моему, действовало целый год, пока он не умер. Он умер в 1700. А почему это запретил? Повод. А повод в том, что не умели вести себя в театре. Купцы не умели, да? Да, вот не умели себя вести в театре. И разгорелась тогда дискуссия о том, что надо делать два театра. Одно, так сказать, для быдла, а второе, для благородных людей, потому что общество сословное. Вообще, разгорелась дискуссия между консерваторами и, так сказать, либералами. В конце концов, в Николаеве это тоже было очень сильно, вот эта вот дискуссия. В конце концов, все это закончилось тем, что, когда привезли сюда антрепризу Шаляпин, он здесь дал четыре спектакля. Ах, вот какая. Да, в 1893 году. Где он играл? То есть, где он играл? Он играл в театре Шифера. Шифера, да. По-моему, Доргомышского там русалка у него была, Фауст, Гуно, что-то еще, не помню. Но он дал, и все, абсолютно независимо от сословия, ремесленник, аристократ, все сидели и все, так сказать, все хлопали, все наобили. То есть, настолько, настолько это искусство, так сказать, нивелировало все сословия. Потом поехали, стали приезжать там Зиньковецкая, Саксаганская, все Табелевички, Крапивницкий. Они тоже держали, держали весь зрительный зал. Слушай, Римский Корсаков приезжал сюда, к доме офицеров, которые сейчас занетбаны окажут украинскую мову. Он там целый месяц образовал духовой оркестр и дирижировал, и показывал. Мы-то с тобой говорим о театре. Но это близко к этому. То есть, вот речь-то идет не о зрителях, а именно о связке, актер-зритель. Актер-зритель, что играли? Какие пьесы? Разные пьесы совершенно. Играли Островского, играли, так сказать, играли классику, играли греческих, там, Схила. И даже это, да? Да, 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 да. Ставили Медею там. Медею, декорации возили с собой. Возили с собой, да. Все очень дорого было. Да. Все очень дорого было. Ну, я тебе скажу, что мы-то с тобой говорим не об этом немножко. Не об этом, мы говорим об эстетике. Да. Как вот то, что... Вот игра актеров, игра актеров, так сказать, вот усилия режиссеров, усилия, так сказать, всей труппы, там, осветителей, декораторов, костюмеров, гримеров, там, вот направленные на конечный продукт, даже если это было все по-честному, то это все нивелировало все сословия, и, так сказать, и вопрос о театральной этике зрителя не стоял. Все сидели вот так вот, вот с такими глазами, там, вот с такими ртами, все сидели и смотрели, была тишина, понимаешь? А если там на сцене, так сказать, был какой-то проходной спектакль, то, естественно, там все советовали заглянуть мужу под кровать, чтобы найти любовника. То есть здесь такое все, понимаешь? А сейчас... Что сейчас? Вот давай перебросимся сейчас в наши театры. Вот то, о чем ты говорил, как было тогда, что сейчас? Хоть что-то пришло из того антрепренерского театра в нынешний, стационарный. Ведь вот там в свое время же появились и Станиславский, и Номирович Данченко, в театры пришли очень высокого образования актеры. И уже понятие в Малом театре или в Ухате о том, что была какая-то неуважительная галерка, такого не могло же быть, правда же? — Виктор Данилович, я тебе скажу, антреприза, она никуда не уходила. — Она осталась, я знаю. — Да, она осталась. Сегодняшние наши театры, я считаю, что они находятся и тот, и другой на подъеме. Причем благодаря режиссуре, благодаря слаженной работе всех театральных цехов. Смотрите, у Берсона Владимира Семеновича билет раскупается за два месяца. Не найти, все. Беряншлаг полный. — Почему? — На все спектакли. — А я спросил у него, ты знаешь, он мне сказал? — Что? — Он говорит, мы воспитали своего зрителя. — Конечно. Он прав. Он прав. — Мы воспитали своего зрителя, и они так и подбирают себе репертуар, что какую-то часть николаевского зрителя вот живет на этой эстетике, на этом репертуаре. Это им нравится, и они, может быть, чему-то и учатся. — Ну смотри, Николай Семенович Берсонову 38 лет, почти 40 лет руководит театром. Вот, допустим, русский театр, Артем Александрович Свистун, ему сейчас немножко тяжелее, то есть у него эта работа еще впереди, воспитывать своего зрителя, тем не менее там тоже переряншлаг. — Сейчас уже идет переряншлаг, да. — Ну что такое там купить за 50 гривен билет? — Ну хорошо, все-таки не так были заполняли залы в русском театре. А чему сейчас переряншлаг? Что он сделал, или они сейчас вместе в театре сделали, что пошли люди? Ну что? — Все очень просто. Во-первых, это очень грамотная репертуарная политика, что там, что там. Во-вторых, никто не отменял антрепризу, то есть они уже не тащат какие-то там независимые московские театры, они приглашают там Кропивницкого, там еще откус, сами едят на гастроли, там поедут сейчас в Мукачево на гастроли. То есть вот они благодаря своей грамотной политике репертуарной, они, в общем-то, привлекают зрителя. Вот смотри, совсем недавно, если ты помнишь. — Одна минута у нас. — Да, совсем недавно был такой, назовем, московский независимый театр. Вот они сюда приезжали, там ставили мастера и Маргариту, да, допустим. Вот очень простая экономика. Берешь там звезду, набираешь актеров с сел, так сказать, все, приходишь, минимум декораций, минимум декораций, мастера Маргарита, там, два часа сценического времени. Ты заплатил деньги, то есть они срубили эту капусту, ты выходишь из зала, чувствуешь себя обманутым. Хотя, пожалуйста, Ивар Калниш, там, главная роль, а все остальные, все остальные живут где-то там в Вознесенске, еще где-то, еще где-то, еще где-то там, даже николаевских актеров не привлекают, чтобы не платить им высокие гонорары. То есть вся экономика такой антрепризы — это что у нас получается? Гонорар везде, аренда зала, зарплата актерам, минимум реквизит там какой-то, все остальное прибыль. С чего начинали мы сегодняшнюю беседу, тему закончили. Я не думал, что мы к этому выйдем. Ну, давайте по кругу. Видно, этот разговор нужно продолжить, если зрителям это понравится, да, вот твои рассуждения. Мы, наверное, продолжим. Я приготовлюсь. А сейчас спасибо. Да. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»